В Москве состоялся бизнес-форум Russia for Kids для специалистов индустрии детских товаров. Наиболее актуальные вопросы этой площадки касаются управления ассортиментом детского офлайн и онлайн-магазина, освоения региональных рынков, возможностей и потенциала индустрии детских товаров. Их и обсудили участники из стран Сербии, Испании, Белоруссии и России, среди гостей как новички рынка, так и крупные компании с более чем 100-летней историей. Детская тема за последние два года стала очень популярной. Мы эту программу немножко дополнили. Если первое мероприятие наше было посвящено чисто малому и среднему бизнесу, мы поняли, что нужно давать и точку зрения больших сетей, федеральных сетей, локальных сетей. Так или иначе, Россия сегодня и индустрия детских товаров России – это часть уже не локального российского рынка, а часть глобального мирового рынка. Это очень хорошо, что есть такие мероприятия. Это очень хорошая вещь, потому что вы нужны разные фактически, разные клиенты. Мы работаем здесь с различными производителями, с покупателями, с потребителями, с консультантами, которые специализируются, украинские ватерхаусы. Мы всегда получаем много интересной информации. Я очень доволен, что я здесь участвую. Российский рынок детских товаров ежегодно растет приблизительно на 10% и является одним из самых стабильных и предсказуемых сегментов. Сейчас, когда рынок находится на стадии насыщения, конкуренция растет, игроки ищут пути и новые формы взаимодействия с покупателем. Изменился наш потребитель, какой он был раньше. Это был человек молчаливый, который молча выбирал товар, молча неурадовался или молча неокричался. А сейчас он этим всем делится. То есть это стал человек коммуникабельный, открытый. И он, по сути дела, сам выступает в роли эксперта. То есть он товар купил, и он сразу хочет рассказать хорошему. Он идет в соцсети, он идет в форумы, он беседует, он отмечает недостатки. И я думаю, что это то, что очень сильно повлияет на развитие рынка. Развитие интернета позволяет оперативно реагировать на потребительские запросы, интегрировать маркетинговые проекты и более последовательно выстраивать бренд. Россия позже других начала пользоваться электронной торговлей. По прогнозам, доля российских покупателей в онлайн-магазинах вырастет в ближайшие 5 лет в 3 раза. Возраст этих людей различен, но в последнее время растет число пользователей старшего поколения. Причем возрастает активность региональных покупателей. Кстати, покупатели из регионов более терпеливы в ожидании доставки. Неожиданный проект планирует воплотить интернет-магазин BabySecret. Успешный опыт интернет-торговли планируют перенести в офлайн и открыть интерактивный магазин «Флагман» в Москве. Следующий наш этап – это флагманский магазин. Он будет сделан на другом современном уровне. То есть все будет доставлено интерактивностью. Эта интерактивность, она будет даже человек, походя мимо витрины, может остановиться и уже руками двигать на стекло уже делать вот эти вот заказы. Получать советы коллег и делиться собственным опытом развития бизнеса всегда полезно и интересно. Очень приятно видеть и конкурентов, и циклёрств, и, надеясь, в будущем. Это очень интересная презентация. И, с одной стороны, приятно посмотреть, что будут другие, и посмотреть на их реакцию на двое выступление, что они думают. Помимо дискуссионного клуба, в рамках детского форума прошли презентации детской школы стилиста и показ новых коллекций. Специалист, который находится на территории магазина, это не просто продавец-консультант, которому можно выполнить норму по среднему чеку, а это человек, который действительно, наверное, занимается модным воспитанием. Мы работаем над этим фактически полгода. И результатом программы была сегодняшняя школа детского стилиста. Участники сошлись во мнении, что подобные мероприятия должны проходить постоянно. Организаторы идею поддерживают и уже начинают готовить площадку для новых встреч. До новых встреч!